15 стиха 18. Говорится о Христе, когда Он явится, возвестит народом суд. Вот это совсем никак не разъясняется. Христос пришел для того, чтобы умереть за грехи людей, искупить род человеческий. И вдруг в программу Его пребывания на земле входит, так выразиться можем, возвестить народом суд. Притом об этом было пророчество за 700 лет. Какой суд? Я опять спрашиваю, почему на это никто не проповедует? Вообще никогда не слышал. Если кто слышал, после подойдите, скажите мне. Во всяком случае, нигде в литературе даже не встречается об этом. Везде Христос пришел, Господь принял жертву, и это все верно. Но верно, но не до конца. Если говорить о жизни вечной и не говорить о смерти, попадешь как раз в смерть. Еретики страшно не любят говорить о страхе Божьем, о гиене и о баде. Не просто не любят, а ненавидят эту тему. И не просто ненавидят, а сказали, а да нет. Гиены нет. Да как кажется это? А так человек умер, все больше он не воскреснет. А жизнь вечную воскреснет. Это адвентисты, яговисты, все, которые от них отошли, они именно так и верят. Посмотрим, что нам говорит Святая Вечная Библия. Возвестит народам суд. Но если он возвестит суд, то народу надо было приготавливать к этому возвещению. Все, что делал Христос, пророки предсказывали. Где пророки говорили об этом? И в чем этот суд выражается? Если он в суд возвещен, как нам не попасть на него? Это конкретные вопросы сегодня. Первый раз о суде мы услышали в раю, в Бытие 2.17. Господь говорит, смертью умрете, если вкусите от запретного дерева. Нарушение повеления Божия несет смерть. Это есть суд. В книге Исход, 21 глава 12 стих, говорится, что если человек убьет другого, никакой амнистии не подлежит. Смерть за смерть. Такой суд был. Вот представьте, сейчас вот зашел, он убил, 10 человек пишут, 10, его судят. Могут даже не пожизненно срок дать. Но пожизненно что значит? Ну сейчас суд кончился, его отправят, там ему создают условия, стираные простыни дают, он живет, пьет, ест и может жить там 20-30 лет, пока какая-нибудь амнистия его не настигнет. Да мало еще, переворот будет, захват заложников выйдет. Какая же это справедливость? Суд Божий один был, смерть. Так ты за смерть, я за смерть, как гражданин. Но как христианин я говорю, нет, если он уверует. Четвертая книга царств, 20 глава, 1 стих. Когда заболел царь языке, пророк Исаия пришел и высказал ему, все, ни упрека не сказал ничего, твой жизненный путь закончен, итак, приготовься, ты не выздоровеешь. И вы знаете, он учился, эту приговор, вынесенный Богом, изменил. Он все ждал, когда придут советники, лежа на постели, давал указания, где что строить, как защищать границы, а тут сразу от всего отворотился, написано, к стенке, и заплакал. Оказывается, там на стенке-то он увидел выход через стенку. И там написано было, 15 лет языке еще тебе, на стенке увидел. Почему? Потому что он дальше говорит, я тихо буду проводить дни жизни моей. И душа моя, как голод, стонала, и Господь услышал, теперь вы меня нигде не увидите, чтобы я вмешивался в чужую ссору. В серах 15, 18. От века определение, что человек в смерти умрет. Евангелие от Луки 13, 3. Господь говорит, суд свой всем, если не покаетесь, так же умрете. Он говорит о башне, которая упала, ну так это упали небоскребы. Все погибнете так же, если не покаетесь. Это суд! Он пришел возвестить суд. В одном месте такое случилось, это для всех. А вот этот человек попал разбойником. Все попадете. Разбойник не один, придет, а целый миллиард. Они под боком все время шевелятся. По всем параметрам уже живут лучше нас в несколько раз. Земли не хватает только. А за этим дело не станет. Земли перекраивают очень часто. Я посмотрел, Господь угрожает чем? Возвещая суд людям. Люди больше всего боятся войны. Что угодно, только не война. Будем есть одну кожуру от картошек, но только чтобы войны не было от картошки. Слово война в Библии встречается 301 раз. Не худо? Это 301 раз Господь суд притворил в действие. А почему мы минуем? Не покаемся, так же погибнем. Локальные войны есть, но всемирная третья должна быть. Две всемирных уже было. Болезнь. Ну ведь болеем. От подошвы ноги до темени головы. 94 раза Господь говорит о болезнях. Подстигнут они нас. И мало кто из них выйдет без последствий. Шрамы все равно какие-то остаются. А что суд? Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возземлили тьму, нежели свет, потому что дела их были за суд. Евангелие от Иоанна 3.19. И Зикиль 36.19 говорит так. Я судил их по путям их и по делам их и рассеял их. Он возвестил суд, как надо жить нам, как молиться, какие взаимоотношения должны быть в семье, если сегодня внутреннее семейное отношение это наше представить, старикам бы, которые раньше-то жили, они бы не поверили, скажем, до вечера никто не доживет. Неуважение к старшим, не к родителям. Ты вошла в чужой дом невеста. И его родители, это твои родители. А ее родители, твои родители. Считай книгу Тавита. Он отправляет и говорит, это у тебя вторые родители будут. И она оставила какой пример послушания. Слово суд страшит человека. Одно дело свидетелем вызывает, другое дело, когда судят. Повестка пришла. На время еще человек дома, не знал как. Я решил посмотреть. Очень трудно было бы искать, надо было во всех падежах искать, потом во множественном числе. Мне пришлось 12 позиций молотить по всей Библии. Нашел 397 раз слово суд встречается в Библии с неканоническими книгами. Он пришел возвестить нам суды, которые совершились или угрожают 397 раз, больше чем один раз на дню. До нас не доходит. И сектанты сумели их обойти, а суде вообще никакой речи нет. Ну мы под благодатью находимся. Под благодатью эти угрозы идут. Господь разве не под благодатью был на земле? Езекиил 50, 33, 14 говорит, когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь. А он не обратится, а ты не обличал его, его кровь с тебя взыщу. Такой суд. Евангелие Матфея 15, 4. Злословище отца и мать смерти умрет. Он пришел возвестить этот суд. Сегодня трудно найти в школе ученика, который бы ни разу не изругался в отца и мать. Ну кто смотрел фильм, показывали штрафбат, и там грузин, за что в штрафбате? Он сказал, говорит, мать твою. Он сразу ему заехал, щелезь сломал его в штрафбат, и он, может быть, никогда не вернется. Так он не имел твою мать. Он так и сказал, я сам слышал. Вот как надо понимать-то? И он ему мать эту показал. Злословище отца и мать смерти умрет. Христос разве нам этот суд не возвестил? Почему же с детства-то отвращение к матерному слову-то не заложили? Господь говорит, все гряду скоро, и возмездие мое со мною. Такой суд. И об этом говорится в четыре раза. В Откровении. 3.11.22.7.22.2 и 22.20. 22 глава Откровения, последняя глава. И она заканчивается страшными угрозами казни Божьей. Он пришел вознестить суд. Откровение начинается тем, что видел сына человеческого, ходящего посреди золотых светильников. Это он пришел для того, чтобы суд нам возвестить. Не только о милости. Он говорит им, мне отмщение, я вас дам. Не мстите за себя, возлюбленные. Вот Божий суд. Кремленам 12 глава, 19 стих. Экклесиас 8.11. Говорит, не скоро совершается суд, и от того человек не страшится творить беззаконие. Бог претерпел, отошло, продолжает дальше. Не скоро совершается суд. Вот сейчас какой-то там ворвался в синагогу в Москве, порезал пять человек, что ли. Ну, это я думаю, что это все запрограммировано. Нашли такого патриота, чтобы был. И позволили отвечать. Отвечать человеку, который придерживается таких взглядов хороших. Тот самый юрист, доктор юридических наук, который передо мной выступал в АГУ. И он говорит, вот это несправедливое разделение богатства, которое в стране, в конце концов, выписывается в это. Очень необычный в сегодняшнем вечернем Барнауле дал ответ. Но он истинно справедливо ответил опять. Я даже позвонил в прошлый раз и сказал, почему, откуда у вас такие правильные взгляды, это прям совершенно... Отвечает. Он говорит, а как же, 12 томов открытым окошем, я зря считаю. Но действительно, много он мог там взять. Наш брат, тот юрист, он как раз его знает, они вместе были. Очень необычный ответ дает. Эзекииль, 3 глава, 18 стих, подтверждает Божий суд. Он исполнится, если мы ближе мы не предупреждаем об опасности, о грозящей каре от Бога. Еще слово милость трижды встречается в одном слове, и оказывается человек без милости. Иаков 2, 13. Суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. И милость и суд совмещаются тогда, когда человек просит прощения у Бога и перед ближним заглаживает грех. Ты был не милосердный, милосердия не оказал, и этого милосердия у Бога не ищи. Он возвестил этот суд. Евангелие с Матфеем, мы сейчас только слышали, 25-46 говорит так, праздник пойдет жизнь вечную. А грешники в муку вечную. Этот суд уже возвещен, ни один грешник в рай не попадет. Евангелие с Иоанн 3, 18 пишет так. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а не верующий уже осужден. Не тогда будет осужден, когда он задушится или запьется, но то, что он не верит, нормальная жизнь у него, он не принял Христа спасителем, он не омыт кровью Иисуса, он уже осужден. Во 2-м послании Коринфянам 3 глава 9 стих говорит, если служение осуждению славно, то тем более служение в Новом Завете. Потому что служить в Ветхом Завете священники великую честь имели в народе, приносили жертву. То какую честь они должны иметь в Новом Завете, если достойно возносят бескровную жертву? Серахов 17 глава 13 стих. Он судит человека по делам его. Значит, то, что пришел Христос возвести суд, для Израиля это не было чем-то необычным. Они постоянно это слышали. В Откровении 20 глава 2 стих 13 говорит, будем судимы по написанному в книгах «На каждого человека каждый день пишется книга». Притом она пишется так, что ее прочитать может любой. И особенно она трудно считается людьми, которые не верят в Бога. Он каждый свой поступок считает по-другому. На что я особенного сделал, все так говорят. Ну или что, да, каят он должен был как-то. По Евангелию поступающий, он должен все время на молитве спрашивать, правильно ли я сделал. В первом послании Петр 1.17 говорит так. Если мы называем отцом того, кто нелицеприятно судит каждого по делам его, мы же говорим, мочи наши, он нелицеприятно, не будет смотреть, ты в миленин, священник, ты патриарх, папа, нелицеприятно, не на должность смотрит, то со страхом проводите время странствования вашего. Слово страх у сектантов вообще отсутствует, а любовь изгоняет страх совершенно. Да совершенно этой любовью она только вечности будет, но какая же тут совершенная-то? Мы часто увлекаемся внешним, красотой человеческой, человеческих отношений. Ко мне он хорошо относится, бесплатно рыбы мне дал полведра, счет, я его не буду любить-то. Ясно? Любить буду. Сам не рыбачил, не мерз, не мог, ничего, и доволен. А вот бескорыстно его любить. Многие, Иоанн Златоуз говорит, презрели бы обещание Царства Небесного, если были бы свободны от кары, потому что угроза наказания суда Божия более содействует спасению, чем обещание будущих благ. Ну что больше действует на ребенка-то? Ты ему обещаешь что-то куплю, или когда его дома крепко в руках держат? Пророк Исаия 34,2 говорит так. Господь наводит суд на все народы. Не та, что Святая Русь, он ее не тронет. Второе Коринфянам 5,10. Я просил заучить наизусть. Это от многих заблуждений, а от вилогу православных. Всем нам должно надлежит предстать предсудилище Христово. Он для этого пришел, возвестить суд. Чтобы каждому получить соответственно один к одному знак равенства. Тому, что делал, живя в теле, пока не умер. Не тогда, когда за покойника подают милостыню. Живя в теле. Доброе или худое. Соответственно. Этот суд, который Бог возвестил, мы сегодня о нем слышим. Салмопевец Давид 75,9 говорит так. С небес ты возвестил суд. А где возвестил суд? В Библии. Не давая Библию. Значит, скрыли суд Божий. Народ не знал. Народ грешил. Да не просто грешил, а поднялись, разрушили храмы. Ведь попы тысячи лет учили, и никого не осталось. В ученики-то все пошли в хулиганы, в бандиты, в разбойники. Патриарха арестовали. Вчерашние прихожане. В этом участвовали священники. Учили в семинарии. Не забывайте, что в правительстве было несколько человек. Сталин учился в семинарии духовной. Микоян закончил ее. Салом 147,8. С небес возвестил Господь слова суда своего. Исайя 42,1. Возвестит народом суд. Сирахов 17,22. Кто возвестит о делах правосудия его? Вопрос. Слышим мы это или нет? Значит, пойти к сектантам, кто пойдет, когда всегда им говорите, что Господь будет судить послову его. А послову его вне церкви нет спасения. А церковь была образована однажды. И вратада не долеет ее. Все вместе взятые сектанты, все до единого, они не церковь. Католики церковь. Григоры на армяне, со всеми хересами, они церковь, имеют рукоположение. Кто возвестит? И Господь говорит через порога Исаия, кого мне послать? Это сегодняшнее чтение евангельское. В книге чисел 23,10. Интересные слова говорит человек, который не являлся членом общества израильского. Непонятно, откуда он вышел, но столь ясно он все видел, на все смотрел открытым оком. Из его слов я взял название своим книгам. Валаам. И он смотрел на Израиля, как он рассыпан на ночь у шатры, горят одни огни. И он говорит, да умрет душа моя, как эти людей и добудет вместе с ними. Он привел его сюда, чтобы он проклинал, а он с вершины горы говорит, я хочу, чтобы душа моя была с этим народом. Вот Божий праведный суд. Если мы хотим наследовать жизнь вечную, я думаю, не ошибемся, если скажем, Господи, пусть суд Твой будет над нами такой, чтобы душа наша была со святыми Твоими апостолами, которые вошли к Тебе в Царство Небесное, чтобы душа наша была народом Твоим, с мучениками за Тебя, с Божьей Матерью, со святыми ангелами и архангелами. И мы народу призваны возвестить этот суд, что если не покаяться, наше государство окончательно исчезнет. Останутся, быть может, только отдельно где-то какие-то клочки. Уже вплотную идет все к этому на расхищение. Это суд Божий. Огромные империи рушились. Большой истукан разбит был камнем, который не рукой человеческий оторван от горы. Святые истолковали, что это Христос, оторвавшись от горы от Божьей Матери нечеловеческими руками и разобьет все политические системы мира. Этот суд мы им должны возвестить, что над миром будет один царь, и люди примут печать, и царствуют ему 42 месяца. Да не будет душа моя с теми, которые примут этот сатанинский знак, но с теми, которые выдержат все испытания и наследуют жизнь вечную. Аминь.